Всем привет! Меня зовут Инна. Добро пожаловать на канал интернет-магазина парфюмерии и косметики рандеву. Сегодня в этом видео я подготовила для вас топ 10 самых шлейфовых ароматов моей коллекции. Поставьте это видео на паузу и расскажите в комментариях, а какие ароматы в ваших коллекциях вы можете назвать самыми шлейфовыми. И вообще, насколько для вас важна такая характеристика, как шлейф парфюма. Говоря за себя, я могу сказать, что не всегда шлейф для меня важен. Иногда хочется видеть на себе какие-то спокойные, более простые композиции, но согласитесь, всегда приятно, когда окружающие отмечают ваш шлейф и делают комплименты на ваш парфюм. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал интернет-магазина парфюмерии и косметики рандеву. Ну и если вам интересно, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем говорить о самых шлейфовых ароматах. Я могу, пожалуй, самыми-самыми шлейфовыми ароматами назвать ароматы бренда Марк Антуан Бруа, но сегодня в этом обзоре я решила показать вам потрясающую новинку. Аромат, который называется Тилия, это новинка 2024 года. В моей коллекции не так давно появился этот аромат и действительно он меня покорил, произошел тот самый эффект вау, который давно с ароматами не происходил. Для меня это своеобразный аромат чистоты. Нотки чистоты переплетаются с приятной кислинкой и липовым цветом. Очень женственный, утонченный и невероятно шлейфовый, как и другие ароматы бренда. Ганимет, энцелад, великие ароматы, которые уже стали легендами. Я думаю, что Тилия не останется в стороне и тоже будет на вершине всех топов. Шлейф этого аромата тянется за вами буквально на километр. Он заполняет собой все вокруг. Ну что ж, идем с вами дальше. Вы знаете, когда я готовила эту подборку, я решила сделать ее разнообразной и включить не только нишевые, но и люксовые ароматы. Ведь люксовые ароматы тоже бывают часто шлейфовыми. И один из представителей люкса в нашей подборке. Аромат, который я могу называть шлейфовым, это аромат от бренда Carolina Herrera Good Girl Blush. Вы знаете, в принципе, в эту подборку я могла бы включить любую туфельку от Carolina Herrera, но решила показать мою самую любимую. Мне кажется, что эта версия Good Girl Blush получилась, наверное, самой светлой, солнечной, ненавязчивой, но в то же время очаровательной. Это аромат пропион, аккуратную розу, цитрусы и слегка горьковатый миндаль. Аромат, который поднимает настроение и отличается замечательной стойкостью и длиннющим красивым шлейфом, который зачастую отмечают окружающие. Вы знаете, если почитать рейтинги самых шлейфовых ароматов, то очень часто там можно встретить аромат от Chanel Coco Mademoiselle. Вы знаете, я с этим согласна. Это действительно невероятно шлейфовый аромат, который уже, пожалуй, стал парфюмерной классикой. Его любят многие, отмечают многие и не зря. Шлейф у этого аромата действительно длиннющий. Красивый аромат, процитрусы в сочетании с цветами, розой, жасмином и лангом на базе из фирменных пачули дома Chanel. Утонченный, женственный и очень шлейфовый парфюм, который я включаю в подборку топ-10 самых шлейфовых ароматов в моей коллекции. Вы знаете, также очень шлейфовыми я могу назвать ароматы бренда The House of Wood. В моей коллекции уже 6 ароматов бренда, и я не собираюсь на этом останавливаться. Если вы тоже поклонники бренда The House of Wood, то обратите на них внимание на на Дву. Там просто прекрасная цена. Недавно я увидела скидки на некоторые ароматы и добавила их в картину. В этой подборке я решила показать первый аромат бренда, который появился в моей коллекции. Называется он Kid Glazed. В принципе, все они шлейфовые, но вот этот аромат, так как он первый, когда-то произвел на меня первое неизгладимое впечатление. Это аромат про натуральный манго. Манго здесь действительно красивый, не пластиковый, без каких-то химических намеков, пластиковых фруктов. Как мы можем встретить это в других ароматах? Натуральнейший манго с легкой еловостью в сочетании со сливками и деревяшками. Красивый нишевый парфюм. И его шлейф, он действительно настолько длинный, что вы выходите из комнаты, а он там остается. Шлейф за вами тянется. Действительно красивый, утонченный нишевый аромат, ни на что не похож. И другие ароматы также на него не похожи. Мне кажется, в наше время, когда ароматы штампуются, ароматы похожи друг на друга, это можно отметить как преимущество. В эту подборку я также решила включить аромат, огромной любви к которому я не питаю, но в то же время его длинный шлейф невозможно не отметить. Это аромат от бренда Эсцентрик молекула Эсцентрик 02. Почему я не питаю к нему огромной любви? Дело в том, что ирис, который есть в этом аромате, для меня раскрывается запахом моркови. Но в принципе я не могу сказать, что это ужасный аромат, что я его ненавижу. Нет, просто очень редко к нему тянется рука и под определенное лишь настроение я его ношу. Но несколько раз отмечала на других людях, что шлейф он просто невероятный. Лично я являюсь поклонником Эсцентрик 05, но как мне кажется, именно Эсцентрик 02 получился настолько диффузным хвостатым и шлейфовым. Поэтому я решила включить его в эту подборку. Давайте еще немного нашу подборку разбавим люксом. Хочу показать вам новинку, относительную новинку от бренда Dolce & Gabbana. Аромат, который называется Devotion. Вообще, на мой взгляд, новинка получилась очень удачной. Это теплый обволакивающий гурманский аромат. Про лимонный пирог со сливочным кремом. Он уютный. Как мне кажется, он больше всего подходит на холодное время года. И также не раз я отмечала его длинный и красивый шлейф. Повторюсь, и в люксе тоже можно найти замечательные стойкие и шлейфовые ароматы. Я включаю в эту подборку лишь часть и буду рада, если в комментариях вы будете дополнять этот список красивых люксовых шлейфовых ароматов. Ну и не только люксовых. Вообще, пишите, какие самые шлейфовые ароматы вы знаете. Идем с вами дальше. Я считаю, что ароматы бренда Amourge также отличаются длинным и красивым шлейфом. В эту подборку я включаю замечательный аромат, который называется Portrail. Он очень шлейфит. И я заметила, что этому аромату нужен открытый воздух. В этом году я ездила в Питер. Там была на моих любимых экскурсиях по Неве, по воде. И несколько раз я надевала на себя Portrail и замечала, как красиво он шлейфит на воде и на открытом воздухе. Яркий аромат, который невозможно не заметить. Про слегка сливочный жасмин в сочетании с табаком. Громогласный, слегка классический по звучанию, но такой очаровательный парфюм с километровым шлейфом. В моей коллекции недавно появилась новинка от бренда Xerjov Casamorati. Новый аромат с названием Quadro Pisi. Вы знаете, я уже несколько раз выгуливала этот аромат и поняла, насколько длиннющий у него шлейф. Также этот аромат брала поносить моя мама. И я могла со стороны этот шлейф отметить. Он, правда, очень длинный, очень красивый. Аромат вообще яркий, необычный. Это аромат на тему туберозы. Тубероза здесь сливочная, но слегка зеленая. Она обрамляется оттенками кокоса, рома, табака и сухих трав. Я не пожалела о покупке этого аромата, но комментарии, отзывы гласят о том, что он подходит не всем. Перед покупкой рекомендую заказать пробничек. Благо в интернет-магазине Рандеву это возможно. У них можно купить пробники, также аромабоксы и познакомиться с ароматами, не совершая необдуманных поступков и не покупая ароматы вслепую. В целом, ароматы бренда Xerjov я могу отметить как стойкие шлейфовые и новинка тоже не стала исключением. Ну что ж, идем с вами дальше. У нас с вами осталось несколько ароматов. Также шлейфовыми я могу назвать ароматы бренда Mema. И на мой личный взгляд, один из самых шлейфовых ароматов бренда это французская кожа. Моя любимая кожа итальянская, но действительно самая шлейфовая именно французская. Красивый аромат, прозамшу в сочетании с розой и цитрусами. Утонченный, очень стильный, дорого звучащий и при этом шлейфовый. Последний аромат, вернее последние ароматы, которые я покажу в этой подборке, это люксовые представители нашей подборки. Ароматы из линейки Poison от Dior. Они тоже отличаются замечательным, длинным, красивым шлейфом. Более того, это ароматы комплементарные, то есть их отмечают окружающие. Я решила показать в этой подборке Hypnotic Poison. Пожалуй, самый комплементарный и притягательный аромат бренда. И мой личный фаворит, это Poison Girl. Аромат на тему дни тривиальной гурманики. Про вкусный десерт с апельсиновой цедрой и коньяком. Классический Poison тоже отличается длинным и красивым шлейфом. Но я решила включить в подборку эти два красавчика. Ну что ж, и на этом все. Наш обзор подошел к концу. Пишите обязательно в комментариях, если знакомы с какими-то ароматами из этой подборки. Считаете ли вы их шлейфовыми? Как вы вообще относитесь к этим ароматам? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. И также, повторюсь, рассказывайте про самые шлейфовые ароматы в ваших коллекциях. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на канал интернет-магазина парфюмерии и косметики Рандеву и на мой канал. Ну и до новых встреч!